Аллах одарил каждого человека пятью основными чувствами – это вкус, запах, осязание, слух и зрение. Именно благодаря этим пяти способностям каждый человек воспринимает мир вокруг себя, реагирует на раздражители и может взаимодействовать со своим окружением. Услышав приятный звук, почувствовав ароматный запах, увидев прекрасное или прикоснувшись к чему-то приятному, состояние нашего сердца вмиг меняется. Оно наполняется счастьем, заставляя реагировать с радостью и восторгом. Что касается защиты зрения, Аллах говорит в Коране «Скажи верующим мужчинам, чтобы опускали взгляд при виде того, на что им нельзя смотреть, и оберегали свои половые органы от запретного. Это чище для них. Поистине, Аллах знает обо всем, что его рабы делают, и за все будет отчет. Скажи верующим женщинам, чтобы опускали взгляд при виде того, на что им нельзя смотреть, и оберегали свои половые органы от запретного». Относительно всех органов чувств наиболее опасным является зрение. Только благодаря зрению можно получить полную картину, которую не могут предоставить другие органы чувств, вместе взятые. Видение может немедленно оставить неизгладимое впечатление в сердце. Именно по этой причине неверующие часто говорят о любви с первого взгляда, признавая тот факт, что один-единственный взгляд может привести к полному разложению сердца. Абда бин Абдуррахим, рахмахллах, был набожным человеком и муджахидом, который участвовал во многих походах против христиан. Он рассказывает следующий случай, в котором подчеркивается смертельный эффект от одного лишь взгляда. Он говорит, «Однажды мы отправились в поход на земли римлян. Нас сопровождал один юноша. Никто из нас не мог превзойти его в чтении Корана и не мог сравниться с ним в понимании религии. Он усерднее всего соблюдал. Днем постился, ночами выстаивал молитвы. Во время похода мы подошли к крепости, оккупированной христианами. Мы отошли от крепости, а юноша подошел к ней, чтобы отдохнуть. Находясь там, его взгляд упал на христианку, выглядывавшую из окна, и он влюбился. Он окликнул ее и спросил, «Что я должен сделать, чтобы быть с тобой?». Она ответила, «Если ты примешь христианство, то мы позволим тебе войти в крепость, и я буду счастлива быть твоей женой». Затем юноша отказался от ислама, принял христианство и вошел в крепость. Судьба этого юноша продолжала причинять нам боль и страдания, поскольку мы все его любили, и каждый из нас принимал его как собственного сына. Некоторое время спустя мы вернулись в эту местность на другой поход. Проходя мимо крепости, мы заметили его стоящего с христианами и смотрящего с вершины крепости. Мы окликнули его и спросили, «Что случилось с твоим чтением Корана, знанием религии, намазом и постом?». Юноша ответил, «Я забыл весь Коран, за исключением одного аята». Неверующие в миг смерти и после нее, осознавая ужас своего положения, обязательно захотят стать мусульманами. «Оставь неверующих, пусть они едят и пользуются земными благами». Надежды на долгую жизнь и земное благополучие отвлекают их от веры и поклонения, но скоро они узнают всю правду. Только один Аллах может заставить нас запомнить или забыть что-либо. Обратите внимание, насколько этот юноша был унижен, что Аллах позволил ему помнить только этот аят, в котором рассказывается его положение после смерти. Он умрет неверующим и будет сожалеть. В благословенном хадисе пророка, алейхиссаляту вассалям, он нас предупредил о серьезной опасности взгляда на запретное, а также пообещал огромную награду тому, кто охраняет свой взор. Посланник Аллаха, саллаллаху, алейхиссалям, сказал, «Взгляд – это стрела из отравленных стрел иблиса, и кто будет хранить свой взор, того Аллах наделит сладостью веры в сердце». В этом хадисе взгляд сравнивается не с простой стрелой, а с отравленной. Причина этого в том, что пагубные последствия взора на запретное задерживаются в сердце и продолжают причинять вред еще долгое время. Запретная картина будет продолжать воспроизводиться в нашей голове в форме запретных фантазий, и мы продолжим получать запретное удовольствие от этого взора. Таким образом, грех продолжается и усугубляется еще долгое время после того, как этот харам был увиден. Поэтому мусульмане должны хранить свой взор, ведь это один из основных шагов, необходимых для приобретения стыда перед Всевышним и его довольства. Да поможет нам Аллах хранить наши взоры и благословит всех нас истинной стыдливостью. Субтитры создавал DimaTorzok